Добрый вечер! В прошлом программе вы мне сделали комплименты на это, вы заранее решили сделать комплименты, пока никто не слышит. Обещаю не купиться и самой доброй не быть. Давайте начнем с темы, которая уже несколько недель, месяц как минимум всех беспокоит и напоминает ситуацию из гусарской баллады. И все-таки я прав или не прав? Аудит был? Ну, начнем с комплимента. На самом деле всегда приятно общаться и конкретно вы готовитесь к передачам. Это я искренне говорю. То, что касается аудита, об этом я уже говорил в рамках пресс-конференции и других передач. Аудит был. Но сама оговорка экспертами и консультантами о том, что это не финансовый аудит именно отчетности, а больше в части анализа, больше юридического анализа именно возможности выплаты долгов и реальной возможности их выплаты. Это вот больше вот эта информация касается, скажем так, правительства, как можно в рамках платформы Молдова ГАЗ вести в том числе и переговоры с другим акционером. А мы должны вести эти переговоры? Нам выставляют счет. Мы можем быть с ним согласны, можем быть не согласны. Давайте я начну с другого. Этот долг и вообще разговор по аудит касается Российской Федерации и Республики Молдова или он касается Газпрома и Молдова ГАЗ, двух экономических субъектов? Конечно же, это Газпром, Молдова ГАЗ, два экономических субъекта. Даже принимая во внимание, что государство и там и здесь владеют определенным процентом акций, насчет счета он был давно уже выставлен. Вопрос не в том, выставлен или нет, вопрос в возможности оплаты этого счета. Больше так, я скажу. Потому что для нас, в принципе, понятно, что этот долг существует. Аудитор это тоже подтверждает, в том числе и косвенно по другим признакам. Другое то, что они говорят, Газпром не имеет ни прав и возможности взыскать этот долг и взыскать и требовать его незамедлительно. Вот этот момент назначено... Если Газпром не подтверждал свое намерение взыскать долг, если просроченный юридический, скажем спасибо за подарок или будем платить? Ну, во-первых, источников платить нет. Это однозначно. То есть, достаточных источников, чтобы выплатить весь долг, у компании нет. Компания располагает определенными средствами, которые может направить на выплату этого долга, да и то в определенный промежуток времени. Это не менее 5 лет. Это максимум 150 миллионов долларов, которые можно выплатить с учетом того, что наши дебиторы, такие как Термоэлектрик, ТЭЦНОРД, нам заплатят свою задолженность, выплатят задолженность. Соответственно, можем эту задолженность направить на выплату долга. А так, у компании средств в размере 709 миллионов долларов их просто нет. То есть, для того, чтобы выплатить этот долг, нужно будет распродавать активы. 709 миллионов долларов – это сумма, подтвержденная в арбитраже? Да. Только эта сумма, подтвержденная в арбитраже? В арбитраже общая сумма. То есть, из Приднестрова, в том числе. Но Приднестровье за Приднестровский долг именно отвечает транспортный трансгаз. В документах арбитража какая все-таки сумма? Больше. Больше, да. А 709 – это то есть, из всей суммы, посчитал Газпром и посчитал, что мы должны. Это вот именно по правому берегу и отдельные свапки. А по тому берегу у Газпрома нет вопросов? Ну, на этом этапе вопросов нет. Это еще говорили мы, обговаривали в 2021 году. Я понимаю, о чем мы говорим. Мы это всегда фиксировали, что долг Приднестровского региона, Республики Молдова, то есть транспортный трансгаз, этот вопрос должны решать более комплексно. А то, что касается правого берега, то, за что мы отвечаем в рамках нашей лицензии и зоны обслуживания наших потребителей, то здесь нужно искать источники погашения. Какая сумма указана в решении арбитража? Ну, если мы берем последние суммы, которые были признаны долгом, в том числе был арбитраж в последнем 2021 году, это два года назад, в мае, то где-то 8 миллиардов. 8 миллиардов предприятию Молдова-Газ? Да. И уже Газпром и Молдова-Газ посчитали, что 709 миллионов из них это Молдорский. Это правобережная Молдова. Ну, они подтверждены актами сверок именно в разрезе Тирасполь-Трансгаз, Молдова-Газ. Это подтверждено. А бывает такое, что решение арбитража взыскивается частично? Ну, если в зависимости, как действовал бы Газпром, если бы легализовывал это решение на территории Республики Молдова. Процедурно. Но он не легализовывал? Нет. Но требует. И говорит, что есть решение арбитража. Требует уже 20 лет. Добрая воля Газпрома за все это время. Но он не наградался подтвердить свои решения легальные, подтвердить и истек срок. Здесь вопрос такой, 50 на 50. Можно и так. Одни юристы толкают одним образом, другие по-другому. Здесь еще нужно, скажем, получить заключение третьего юриста. Ну, давайте так. Сейчас вот юридически, пока наблюдательный совет не принял другого решения, и общее собрание акционеров не приняло решения именно в части самого отчета по аудиту, и по проекту соглашения о урегулировании задолженности, то юридически пока у нас документы подтверждают 709 миллионов долларов. Именно по правовому берегу. А когда будет заседание света? Ну, планируется, думаю, в начале ноября, где будет рассмотрен этот документ. И именно там мы и узнаем позицию «Газпрома». Скорее всего, да. В начале ноября? Да, мы планируем, ну, не мы планируем, планирует наблюдательный совет, председатель наблюдательного совета, представитель «Газпрома». Посмотрим. А вы встречались с представителями «Газпрома» за этот период? Да, встречались. Мы общаемся. И какая оттуда информация? Ну, информация есть официальная позиция «Газпрома». То есть здесь нужно понимать и статус «Газпрома» как поставщика, как кредитора, и другой статус, как акционер. Поэтому со стороны поставщика, как кредитора, они не подтверждают, то есть не принимают во внимание данные результаты. Смотрите, в СМИ, в российских СМИ, которые с удовольствием наши перепечатали, появилась информация о том, что Республика Молдова предлагает оплатить 153, если я не ошибаюсь, и 4 миллиона долларов, и прийти к мирному соглашению, договориться по этому вопросу и закрыть все вопросы с долгом. Меня эта информация, честно говоря, в «Коммерсанте» опубликованная удивила, потому что я не очень поняла, откуда цифра, потому что, насколько я помню, господин министр Парликов сказал 8,6 миллиона или 153 миллиона леев, не иначе. А может быть, «Молдова Газ» или «Газпром» получали какое-то другое предложение? И мы об этом просто не знаем. Нет, «Молдова Газ» не получала от правительства никакого другого документа, кроме того отчета, который был представлен агентством публичной собственности, государственной собственности, и, соответственно, проект соглашения. Я думаю, что там, мое мнение, что если 8,6 миллионов долларов умножить на курс «Молдавского лея», то придете в той цифре, наверное. Да, но «Коммерсан» писал про доллары. Ну, журналисты, наверное, перепутали доллары с линиями. Такое уважаемое издание перепутал. Понятно. Ну, это мое мнение субъективное. То есть, вот сейчас можно перепроверить. Но вот сейчас вы не знаете ничего об этой информации. Молдова не предлагала никаких, и это ошибочное заявление. Нет, это не было такого. Было мое высказывание. Я говорил о сумме 140-150 миллионов долларов, которые предприятие может направить. То есть, источник есть. В течение периода до 5 лет можно расплатиться. Ну, вот и все. Ну, не думаю, что уважаемое издание «Коммерсанта» взяло... Они бы сделали ссылку на мое высказывание. Наверное. Но и вызвали другую сумму. То есть, источник... Я назвал другую сумму. Я назвал минимальную и максимальную сумму. Господин Тиман, вот я посмотрела Вашу пресс-конференцию очень внимательно. И у меня такое сложилось восприятие, что Вы все-таки где-то ближе к стороне «Газпрома» в том плане, что мы должны и надо заплатить. Оно ошибочное? Людей, Вы знаете, вот скажу один момент важный. Вадим Чабан был нанят акционерами для того, чтобы управлять компанией. Есть определенная корпоративная культура. Мы говорим корпоративно от слова «корпорация». «Корпорация», «инкорпорация» — это объединение, это объединенное, это общее. Мои обязанности входят отвечать за интересы компаний и акционеров, защищать их интересы. Когда я говорил насчет своего мнения о итогах этого аудита, поверьте, это мнение правления «Молдова-Газ», моих коллег, и мы представим конкретный аргумент. Мы не хотим, чтобы там, где нужно говорить «А», мы будем говорить «Б» или так далее. Если там белое, то, значит, должно быть белое, черное — черное. Не надо нас компрометировать. То есть сами себя будем компрометировать, когда мы подписываем эти акты сверок. Когда у нас есть документы, подтверждающие, что этот долг есть. Вы думаете, мы хотим, вот я хочу, чтобы мы завтра взяли и заплатили. У нас есть средства, мы можем заплатить, но мы понимаем, что впереди отопительный сезон. Мы понимаем, что должны «Энергоком». Для того, чтобы «Энергоком» закупил газ, который будем потреблять, соответственно, в зимний период. То есть у нас есть понимание, как можно решить этот вопрос. И мы хотим действовать с точки зрения предприятия. Если говорим там, что я ближе к «Газпром» или ближе к «Правительству», то я ближе к «Молдова-Газпром» или «Правительству». Насколько сильно изменит положение предприятия оплата 709 миллионов долларов на фоне задолженности почти в 9 миллиардов уже к 2023 году? 9 миллиардов... Вместе с всего? Ну, предприятие «Молдова-Газпром» должно 9 миллиардов почти? У «Молдова-Газпром» нет таких средств. Вот поэтому я и говорю, насколько сильно изменится положение предприятия? Ну, в части, если мы говорим, вот если бы убрали, скажем, условно, вопрос по долгу Приднестровья, то есть Приднестровского региона в сторону «Террасполь-Трансгаз», и вопрос, говорим про финансовый отчет. Убираем в сторону 709 миллионов. Сегодня «Молдова-Газпром» — прибыльная компания. Просто этот груз долгов, который ложится на баланс предприятия, в итоге нам дает вот эти сумасшедшие убытки, которые получаем из года в год. Операционная прибыль компания имеет. То есть если считать по всем показателям международным, то, что касается эффективности деятельности компании, то компания прибыльная. Если накладываем эти долги, то компания банкрот. То есть там источников нет. Там нужно начинать процедуру несостоятельности и, соответственно, скажем, другие процессы, которые сегодня предусмотрены законодательством. Если акционеры этого захотят. Если акционеры этого захотят, это хороший вопрос. Что будет происходить дальше? Или кредиторы. В этом случае «Газпром», допустим. Да, если «Газпром» не признает через своих людей, которые будут голосовать, да, он не признает результат аудита. А Республика Молдова говорит, нет, у нас есть результат аудита, и мы должны 8,3. И мы продолжаем дальше ковыряться. Потому что, к моему большему удивлению, результаты этого аудита совпали с результатами исследования, опубликованного в 2021 году Сергеем Тафилатом, Тодором Шойт, и Виктором Парликом тогда. То есть и те, и другие проверяли финансовое состояние, проверяли долго, как он накапливался, что происходило в компании. И приблизительно к одним и тем же выводам пришли. Может быть, мы что-то не так считаем в компании? Или вопрос касается не только поступило, оплатил, вышло по воду газа? Потому что... При всем моем уважении к данным экспертам, лично к министру Парликову, Сергию Тафилату, Тодору Шойту, исследования — это не аудит. Это мнение экспертов. Аудит, и сейчас я вам скажу тоже, не новость. Каждый год аудит, допустим, компании такие, как Гранд Тортон, Прайсвотер Хаус, Куперс и так далее, Молда Аудитинг, они подтверждали этот долг. Компании аудиторские с международным именем, они подтверждали этот долг. Даже аудиторы Викборг и Форенсик, они подтвердили, что сумма есть, но Газпром не может взыскать и не может требовать взыскать, потому что срок исковой давности, потому что там документов нет, они не нашли их, хотя могли и получить в других органах или организациях. Но мы как должны как компания действовать? Брать во внимание исследования, экспертов или официальный документ. Этот документ, который получило правительство, без того, чтобы его утвердил наблюдательный совет, никакого юридического влияния на Молдову ГАЗ не будет иметь. Хорошо, наблюдательный совет его не утверждает. Я понимаю по раскладу голосов, он его не утвердит. Но там консенсус. Дальше что? Консенсус. Если не голосует хоть один из представителей правительства, любое предложение Газпрома тоже не утверждается и наоборот. Что может происходить дальше? Министр Парликов говорит, что мяч на стороне Газпрома. Газпром говорит, мы вот это ваше исследование не признаем, вы нам должны столько это. А мы им говорим, слушайте, вы не подтвердили свои требования, у вас нет подтверждающих документов. Здесь вообще непонятно, что с документацией. Почему вы должны платить за то, что вы не можете подтвердить? Я про документы тоже скажу, но в этом случае, если не принимается решение, то ситуация не меняется. То есть остается статус-кво? Остается статус-кво, и, соответственно, должны быть проведены переговоры. Я считаю лично, что должны быть переговоры. Считаю лично, что есть возможность сейчас долго списать. Надо вести переговоры. Это самый кратчайший путь и надежный для того, чтобы решить вопрос с долгами. То, что касается документов, есть их или нет, этот вопрос тоже решаемый, потому что Газпром еще не выступил в части подтверждения с их стороны документов. Они же тоже могут прийти, сказать, ну хорошо, коллеги, вот у нас есть документы подтверждающие. То есть этого не было. Они, так я понял, что аудиторы обращались в Газпром, в отчете это написано, но Газпром не ответил. Наши документы, которые мы представили, для аудиторов, их оказалось недостаточно. В архивах государственных они тоже запрашивали, тоже это говорят в отчете, что там общая информация, детализации нет. То есть, с другой стороны, говорят там про факторинг финанс, что 275 миллионов долларов, говорят о цессии, которая была, то есть уступки, переуступки права требования, в части 275 миллионов, там 120 миллионов долларов тела долга и 155 миллионов пени. Они подтверждают, что этот договор переуступки права требования, он легальный. То есть первичным документом для этой суммы долга является вот этот договор 2005 года, в декабре, в пятом году. Этот документ никто не опротестовал, он действительно, его все признают. То есть, там даже в самом отчете эта констатация есть. И есть эти документы, их нельзя, невозможно их исключить и просто аннулировать. А то, что касается исковой давности, да, это проблема есть, но каждый раз подписывая акты сверок, это означает, что срок исковой давности начинает считываться с момента подписания. То есть он, скажем так, обновляется. Плюс еще есть решение арбитража. Арбитраж это, скажем, Газпром-то мог в любой юрисдикции принять решение о том, что взыскать. То есть, это здесь тоже вопрос. Это совершенно правда, только там речь идет совершенно о другой сумме, с двух берегов, но почему-то, ладно, это второй, об этом уже говорили. Они в, аудиторы на основании актов сверок, они долг Приднестровья не рассматривали, только в части права оберега. Это они тоже указывают. Чуть-чуть, опять Газпром, но с другой стороны. Вы заказали газ на зиму у Газпрома? По контракту? По этому году нет. По этому году нет. В 23-м году? Нет, потому что у нас есть контракт с Энергокомом. мы заказали по контракту подтверждение объемов, потому что нужно подтверждать эти объемы на следующий год. У нас есть действующий контракт. И скажу еще один момент, который важный. Возможно, цена у Газпрома может быть дешевле, чем на рынке. А вы обсуждали этот вопрос с Министерством энергетики или с Энергокомом? Вопрос, ну, мы в 2022-м году отправили такое же аналогичное письмо. Вот когда меня спрашивают, вы обсуждали или не обсуждали. В 2022-м году мы отправили это письмо в конце августа. Тогда был министр господин СПЭЛ. И нам не дали газ, я помню. Да. Мы отправили письмо согласно контракту. А сейчас мы заявили, насколько я помню, с декабря 2022-го. Это было согласовано с Министерством и это было, Министерство было проинформировано. То есть... В этом году? В прошлом. А в этом? Аналогично. Молдова-Газ, который управляет сегодня контрактом как компания. Сейчас я вам скажу. Я читала уже в июле о том, что Энергоком не только подписал с вами договор с Молдова-Газ на поставки до конца этого года, но и начинает закупки на начало 2024-го года. И тут у меня возникает вопрос, Энергоком закупает газ на 2024-й год, вы заказываете газ на 2024-й год. Зачем нам столько газа? Лилия, Энергоком покупает газ не для Молдова-Газа, а для запасов страны, для потребителей. То есть этот газ он идет как в целях обеспечения энергобезопасности страны и есть постановление правительства, по которому Энергоком обязан это делать. То есть делает стратегический запас. И делает правильно, потому что так должно быть. Потому что Энергокому вменено в обязанности данная процедура и данное обязательство. То, что касается непосредственно наших заявок Молдова-Газ, то наши заявки они формируются исходя из тех контрактов, которые подписаны. И Газпром прекрасно знает о том, что у нас есть контракт с Энергокомом на этот период, но у нас нет контракта с Энергокомом на первый квартал и на следующий год. Я имею в виду 2024 год. Поэтому пока у нас этого контракта нет, мы должны спросить у тех поставщиков, с кем мы работаем. Поэтому мы запросили у Энергокома тоже и запросили у Газпрома. Одновременно? Одновременно, конечно. А если тот и другой поставят Газпрома, будем делать? Ну, я не думаю, что у Газпрома будет больше объемов, потому что там вопрос в объемах, дополнительных объемах в части права берега, тем более, учитывая ситуацию, которая возникла сейчас с аудитом, не знаю. То есть добрая воля будет у Газпрома поставлять нам. Поэтому мы готовимся к тому, что будем закупать у Энергокомы. У нас, слава богу, мы говорим о мирных вещах. А если вдруг гипотетически будет добрая воля, тем более, поставлять, тем более, я послушала господина Пескова, который сказал, что спотовые цены нестабильны, а долгосрочные контракты, они гораздо более надежны, тем более, что по ним может быть и ниже цена. И я так подумала, может быть, действительно Газпром решил поставлять в Молдове газ? Ну, скажем так, меняется рынок и меняется рынок СПГ сейчас в Европе. Он достаточно динамично развивается, Энергоком закупается, в том числе, в летний период. Поэтому, если говорить не о среднеизвешенной цене, в том числе, учитывая тут более дорогой газ, а говорить о закупках летом, да, цена была достаточно приемлемой для всех и для Энергокома в том числе. Поэтому, если удастся закупиться почти на весь объем за весь год, конечно, у Энергокома может быть дешевле. Именно за этот период. Если говорить о Газпроме, то разница может быть и по долгосрочному контракту больше 100 долларов. Может быть. То есть, здесь мы должны четко понимать, что если даже цена будет дешевле, вопрос, что вы сказали насчет объемов, это важный вопрос. для того, чтобы захотеть, нужно еще объем поставить. Я не знаю, как Газпром дополнительно через Украину прокачает эти объемы. Я не знаю, я не уверен. Поэтому основной базисный сценарий идет закупка Энергокома. При этом мы еще не подтвердили, получили подтверждение от Газпрома по объемам на следующий период. А от Министерства энергетики получили какой-нибудь ответ на это действие? Мы не должны координировать с Министерством энергетики. Мы в чрезвычайной ситуации находимся. У нас все-таки немножко с... С Министерством энергетики мы направили письмо, где сказали, что предварительно у нас будет 5,7 миллионов. И запросили у Энергокома контракт на первый квартал следующего года. Мы действуем согласно закону и правилам рынка и контрактов. На прошлой программе мы с вами говорили как-то, я вас спрашивала по поводу существует ли положение в контракты «бери или плати», да, то есть даже если мы не берем весь газ, который нам поставляют, если он нам весь не нужен, то все равно мы должны заплатить штрафную санкцию в размере 8%. Вы сказали, что такого положения в контракте нет. Разница. На разницу недобора либо перебора. 8%. У нас сейчас нету недобора у нас и перебора не будет. Потому что 5,7 направляем Приднестровье эти номинации ежедневно согласуются «Газпром». Так есть такое положение все-таки? Есть, они в контракте были и в марте месяца этого года мы закупили 2 миллиона кубов, чтобы не платить эти санкции. За два дня. За два дня. И были очень подвержены большой критике. Да, я за эти два дня начитала много заголовков как в Российской Федерации, так и в нашей стране. Было очень много чего написано за два дня. Молдова снова покупает российский газ. Каждый сделал свою работу. Но мой вопрос все-таки что мы будем? Есть план Б. Я понимаю, что вы технарь, вы не верите в чудеса. Но вдруг в 2024 году нам начнут поставлять больше объем. Вы имеете в виду «Газпром»? Мы начнем отказываться? Или мы начнем платить штрафные санкции 8%? Если не будем подтверждать, то мы можем отказаться. Мы можем отказаться. будут номинаться. То есть мы номинируем, будем номинировать меньше, то есть заказывать меньше. Будут просить подтвердить больше, будем заказывать меньше. Потому что к тому времени... А вы будете действовать эти 8% санкции? Ну, теоретически да. Теоретически да, но сделаем все возможное, чтобы не платить эти санкции, штрафные санкции. Потому что оплата этих штрафных санкций должна быть таким образом, когда мы заказали и нам подтвердили. А пока нам ничего не подтвердили. Если подтвердят, да. У нас есть подтверждение ежемесячное, ежедневное. Поэтому, если не подтвердят, а так мы в рамках правления, в рамках наблюдательного совета постоянно этот вопрос обсуждаем. И подтвердим, что вот у нас контракт с Энергокомом, мы работаем с Энергокомом. Потому что мы не можем ждать. Будет у нас, не будет. Захотят, не захотят. Здесь потребители не будут у нас спросить. Мы прошли 2021 год, октябрь, два года назад. Вы подтвердили, что прошлой зимой нам не дали больше заявленных 5,7. Считаете ли вы, что предприятие упустило свою выгоду при таком раскладе? В прошлом году? Да. Ну это не в прошлом году, это уже в ноябре, в октябре, в ноябре и в в декабре, а в январе уже полностью мы закупали у Энергокома. И частично в декабре тоже. Потому что в декабре мы еще оплачивали Газпром. Ну, что это даст? Но мы же говорим о коммерческом предприятии. Да, ну что это даст? Вот я вот просто смотрю на наш контракт, который у меня есть. Он же не новый. Этот контракт, который действует с 2006 года, как был подписан. К сожалению, у нас есть долг и в любой момент по этому контракту Газпром нас может ограничить и требовать с нашей стороны упущенную выгоду и так далее. Можно теоретически, но это могло бы быть, когда у нас не было бы долгов. К сожалению, контракт так прописан. И этот пункт он не менялся. Поэтому, когда говорят, говорили мы о том, что нужно решать вопрос и по долгам, и по контракту, вот именно это имели в виду. Потому что, если бы решили вопрос по долгам, некоторые пункты контракта можно было бы изменить. Я так думаю. И мои коллеги тоже. Так как у нас долги, есть право Газпрома, и это право не только Газпрома, это право у всех поставщиков. Ограничить, ну, Энергоком сегодня без аванса ничего не получает. Но, по сути, мы нарушили оба предприятия, подписавшие контракт, оба нарушили это самое обязательство. И мы нарушили, не проведя аудит, да, и не доведя до конца вопрос долгами. это отдельная история. И не проведя аудит в понимании Газпрома, да, они не считают, что тот аудит, который мы проводили, они его не признают, насколько я понимаю. И, но и Газпром нарушил, когда не выдал нам увеличение на зимний период, на холодный период времени. Соответственно, мы имеем двустороннее нарушение контракта с обеих сторон. Вы знаете, что официальная позиция Газпрома технически невозможна. Мы спрашивали у украинских коллег о том, что технически через суджу это возможно. Но, я когда говорю, что это нам даст, я говорю о последствиях из хозяйств действующего контракта. У нас другого контракта нет. И там пункты, они остались такие же, которые были раньше. То есть, мы, если запросим, то рискуем, вообще можем оказаться в ситуации, когда могут и эти объемы сократить. Вопрос мой. Такой он контракт. Я его подписывал в 2006 году. И тем более, с точки зрения формулы цены и объемов, гибкости, этот контракт, конечно, определенный период, он не то, что период, это долгий период, более, 14 лет он работал. Достаточно успешно, я считаю. Но, с другой стороны, коммерческие требования никто не отменял. Это касается любых коммерческих контрактов. Американские требования. У наших граждан есть простое требование снижения тарифа. А вы говорите, что это невозможно. Почему? Я объяснил, почему. Из-за того, что цена закупки газа не позволяет сейчас это сделать. плюс к этому у нас никогда в новейшей истории и когда работает регулятор, никогда не было в структуре тарифа уровень тарифных отклонений за прошлый период в размере до 30%. У нас из 30 лет 6,5 лет были тарифные отклонения. Когда в предыдущие периоды это было максимум леи, леи полтора. Насколько я помню, вы здесь же в моей программе говорили, что большую часть этих тарифных отклонений было собрано. В этом тарифе, который был утвержден в июне месяце, там около более 4 леев именно они были снижены. Тарифных отклонений были, скажем, изъяты из тарифа как компенсированные перед потребителем. Сейчас мы говорим в октябре. Дособирали вы тарифные отклонения? Ну, осталось еще 780 миллионов леев примерно. Думаю, до конца года мы это дособерем. То есть, оставшиеся тарифные отклонения плюс разница дорогой газ, я имею в виду на протяжении года, исходя из того, что прописано в методологии, дает цену, которая сейчас не позволяет до конца года снижать тариф. Я вас правильно сейчас понимаю? Ну, не только этот фактор, еще и закупочная цена газа и объема. Закупочная цена какого газа? В тарифе, который включен, тариф 750 долларов в целом в среднюю погоду. Даже если сейчас Энергоком закупают по более низкой цене, то это все равно не влияет на... То есть, не несет такого большого влияния на снижение самой цены. А мы уже потребляем тот газ, который по 420 или еще тот, который был закуплен господину Спыну? Я понимаю, о чем вы говорите. Я не знаю, какой объем газа, который еще остался из тех запасов, но судя по тому, что без октября месяца у нас объем потребления едва превышали 25 миллионов, то да, мы, скорее всего, еще и потребляем тот газ, поэтому цена высокая. закупочная, но тариф еще высокая. Пока нет предпосылок. С обращением на снижение тарифа вы же должны обращаться, когда есть предпосылки. Соответственно, вы получаете среднюю цену энергокома на газ и понимаете, что это не газ, который был куплен сейчас на спотовом рынке, на европейском рынке по 420 долларов. Сейчас? Да. Да, конечно, у нас то, что энергоком декларирует и то, что дает нам фактуру, две разные вещи. А что декларирует, что закупили за 430, а фактура у нас 568, допустим, чуть меньше. И до конца года энергоком вам дал прогноз, если я правильно понимаю? У нас прогноз был, да, у нас есть прогноз и в четвертом квартале прогноз 600 долларов. 600 долларов. А цена минимальная, которая порог снижения, это 550 долларов, от которой может начнется снижение. Не до 13 лев, а просто снижение. То есть по нашим расчетам. При этом потребление должно вернуться на уровень 960 миллионов кубов под миллиард, а в прошлом году у нас 820 миллионов. Силикономия-то сами призывали, люди к вас прислушались. Я призвал еще в 2021 году. Я еще до сих пор получаю за лишнюю чашку чая. Я тогда тоже проклялась жестко, но просто мне... Да, я помню, все правильно. Вы тогда сказали, делайте свою работу. И вы стали ее делать очень хорошо, кстати. Не я один при помощи правительства. Здесь нужно то, что из песни слов не выкинешь. Так есть. Да, но вот как-то правительство в тот период, мне кажется, перестарало с закупкой газа, учитывая, что сейчас мы до сих пор, исходя из той цены, которую показывает Энергоком, продолжаем потреблять тот дорогой газ, закупленный, если я правильно понимаю, в январе 22-го года. Не только в январе, были закупки и в декабре, и в ноябре. Тогда цена была высокая. Больше тысячи было на рынке. Я помню, что все, что нужно было Молдове на холодный период, согласно утвержденному плану правительства, было закуплено до конца декабря, и вдруг в январе очередная покупка, потому что пошла цена вниз. Я прекрасно помню объяснение господина Спыну. Просто вот извините, можно я скажу свое мнение? Ну, знаете, как, не как, просто эксперт. Как называется проект, по которому Энергоком осваивает кредит Европейского банка реконструкции и развития? Он называется энергетическая безопасность. Энергетическая безопасность априори не может быть дешевой или более по и более низкой цене. Потому что проект не называется оптимизировать цену, а называется энергетическая безопасность. Мы должны это понять, что в тот момент нужно было обеспечить энергетическую безопасность. Никто не знал, что будет в январе, феврале. У нас месяц февраль и март, и даже апрель, иногда это 20-й год показал. Иногда такие температуры могут быть, что... У нас был апрель очень холодный, холоднее март. В 2021. Март и апрель. В 2020-м, в 2021. И тогда что мы сделали? То, что мы закачали в Украину, 50 миллионов кубов, мы, Молдова-Газ, имею в виду, использовали в марте и апреле. То же самое могло произойти и в этом году. Никто же не планировал, что вот такая зима будет. Думаете, в Европе там все, когда делали закачку, все думали, что вот давайте где-то в небесной канцелярии будем спрашивать и кто-то скажет. Это не очень устраивается в сравнении с Европой, потому что они говорят, что у нас зарплаты ниже. Но я хочу вернуться к тарифу. Если все-таки Энергоком будет выдавать, ну пускай с января месяца, тот, который закупил по 420 долларов, сколько будет тариф на газ в таком случае? 420 долларов? Я думаю, что если средний тариф, последний средний тариф может быть... Сейчас точно не могу сказать прямо цифру. 350 долларов. Почти на третьем должен упасть, учитывая, что сейчас 600 заложено. Да, да, да. Это... Нет, 604 квартале сейчас 750. Если будет 420, ну, около будет 15 лев. Всего лишь? Да, да. Прямо так. Потому что для того, чтобы получить 13... Ну, 14-15, для того, что должно быть 350. Вы правильный вопрос говорите о том, что вот по какой цене должен закупать Энергоком. Энергоком. Ну, Энергокома есть решение. У государства есть решение. Знаете, какое решение? И они знают прекрасно. То есть, заморозить этот объем, использовать его, скажем, в будущие периоды, когда рынок... Летом, когда меньше... Заморозит. Это означает, что продавать тот газ сейчас, который купили по 420, 430, соответственно, снизить тарифы. Это задача. При этом получить убытки. По балансу будут убытки, потому что в запасах есть дорогой газ. Либо смешать то, что сегодня, я думаю, что иногда делается, и, соответственно, иметь вот такую цену. То есть, это еще один момент. Либо продать в убыток. Продать в убыток. Презите политическое решение и продать в убыток. Но сейчас... Как принимались до сих пор политические решения относительно тарифов молдого газа? Кто государству, государству или бюджет может себе это позволить? Ну, наверное, нет. Поэтому энергобезопасность, мы должны понимать все, что это недешево. Тем более, у нас страна, где 100% импортируем грозный газ. Мы читаем заголовки Энергокома, значит, закупили еще 100 миллионов газа кубметров, закупили еще 50 или 400 миллионов. Сколько потребляет Молдова в октябре, ноябре приблизительно в сутки газа? Сутки сейчас вам скажу. Два, два с половиной. Это общий объем, это начиная с октября. Это примерно, если у нас 70 миллионов было, да, до 2,5 октября. В ноябре идет повышение, это где-то будет 120 миллионов, может быть 140, если будет холодно. Примерно такой объем. Ну, 140 делим, это более 3 миллионов будет. то есть даже около 4. Обычно зимой мы потребляли до 5 миллионов, это вот в прошлом году, когда 4,5-5 миллионов. Вместе с предустровьем потребляли где-то до 10. То есть сейчас, допустим, в октябре средняя наша это 2 миллиона на правобережной. Сейчас да, это 2 с чем-то зависит от, ну сейчас тепло, сейчас не потребляем только. 28 сентября турецкая компания Баташ объявила заключение контракта с малоизвестной молдавской компанией Eastgas Energy Trading пообещала поставлять в октябре в Молдову 2 миллиона кубометров газа в сутки. То есть, по сути, весь необходимый странный объем газа, если я правильно понимаю, в октябре. Ну, примерно, да, примерно, если 2 миллиона кубометров. Вы что-то слышали о том, что они куда-то поставляют? Вот мы сейчас 5 октября говорим. К вам обращались предложения покупать их газ? Судя по цене, который объявили они, он дешевле? Нет. Нет. Молдова газ нет. Нет, мы не получали. Мы не получали никаких предложений. То есть, к вам они не обращались, заявления были сделаны, клиентской базы у этой компании в Молдове, насколько я понимаю, нет. И теоретически они могут... Есть, у них есть клиент. У них есть клиент. Есть клиент, да. Есть юридические лица и, по-моему, насчет физлиц не знаю, но юридические лица есть у них. Они поставляют. На свободном рынке. То есть, на нерегулируемом рынке. Я понимаю, но 2 миллиона это все, что нам нужно в октябре. Это нереально. То есть, либо, я не знаю, какая их стратегия, либо перепродают, либо закачивают. Но по потокам я не вижу, чтобы там, что это все транспоретно можно увидеть у болгарского оператора, румынского оператора, Украина, нашего оператора. Все это видно в потоке. Номинации нет, нет, нет. То есть, это то, что энергоком сейчас закачивает, эти потоки есть. И еще дополнят некоторые трейдеры, которые закачивают в Украину. Но не эта компания. Я не знаю, если бы закачивала, то было бы плюс 2 миллиона. И этих объемов нет дополнительно. А если они... И плюс еще вопрос такой, что энергоком сейчас полностью, основание решения КЧС, полностью все мощности дополнительные передали под энергоком с точки зрения энергобезопасности закачивать газ в Украину. Поэтому, не думаю, если там есть еще мощность, свободная мощность, если есть на 2 миллиона. Очень сомневаюсь. Потому что, если в Каушанах у нас где-то 10 миллионов свободной мощности, но это для страны. Это правый левый берег. А в Алексеевке, Гребениках, по-моему, там затор. Вот такой термин используемый. А вот такие большие объемы, они не звучат угрожающие для компании Молдова газ? Ну, исходя из информации, это только на октябрь. Не знаю, если на долгосрочный период. Не знаю, какая там ситуация. Не владею информацией. Это рынок. Это рынок. Что делать? У нас есть другие компании, которые тоже чуть-чуть уже начали забирать клиентов. Ну, некоторые возвращаются к вам. После того, как им устанавливают тарифы. Потому что было решение. Да. Я насчет, не беспокойся. Насчет объемов, потому что мы должны четко понимать, если мы это понимаем, что рано или поздно будет рынок. Рано или поздно тарифные отклонения не уйдут, и будет цена рынка. Рано или поздно правительство может принять решение о том, что промышленность переходит в свободный рынок. Тогда вот тогда будет конкуренция. А что случилось с компанией «Роталин», что они отказались обеспечивать, выполнять свои обязательства и передали эти обязательства на «Молдовый газ». Я владею информацией, может быть, больше. Не хочу сейчас это комментировать. Неэтично будет. У них определенные спорные моменты с регулятором. Они отказались ввиду того, что закупали на рынке. Поставляя по регулированным тарифам, соответственно, должны были вернуть финансовое отклонение, как это работает с нами, с любой компанией, которая поставщика публичные услуги. Поэтому они отказались, они не отказались от распределения, то есть от дистрибьюции, а отказались от именно обязательства публичной услуги. И по закону, на основании решения Нары, это обязательство передается компания, которая, скажем, имеет такое же обязательство. В данном случае Молдова Газа. У нас опыт был в нескольких селах Кантемирского района поставлять это. Если помните, там Валис Кимбл компания была. Вот мы там поставляли тоже определенный период времени. Поэтому сейчас переоформляем договоры и получили клиентскую базу. Начинаем работу. Так у нас происходит либерализация рынка газа? Если говорить открыто, я не вижу. И я понимаю, почему она не происходит. То есть у меня здесь, скажем, с одной стороны либеральный подход, рыночный, с другой стороны государственный подход. Имея такие запасы газовой энергокомы, имея кредит перед ЕБРД, то есть ЕБРР, и, соответственно, может быть, чрезвычайная ситуация, в которой находимся, сейчас основной этот вопрос это энергобезопасность пройти в землю. То есть никто сейчас не рискнет играть в рынок. То есть этот момент есть. Но в будущем это может произойти. Тем более есть ограничения, барьеры, которые установило правительство через таксу эту, то есть плату за смену поставщика. А еще также ограничило выдачу лицензий. С лицензиями не проблема. Считаю, что этот вопрос должен быть снят. Это для того, что можешь получать лицензию, но когда нет дополнительных мощностей для импорта, и все под в этом периоде времени дополнительные мощности выделяются только под одну компанию, это Энергоком. Я понимаю, почему это делается, потому что Энергоком обязан обеспечивать страну газом и нас тоже. Поэтому здесь сама лицензия это не проблема. Я думаю, что это решение должно обнулиться. Это мое мнение. Вот тогда будут компании, будут крупные, может быть, дочерни создаваться. Рынок Молдовы это рынок ритейла, это рынок физических лиц. Крупные промышленные потребители это раз-два и обчелся. Ну, нету. То есть рынок это ритейл, это потребители бытовые. Это в основном Кишинев, Бельц, крупные города. То есть у нас, в общем-то, и нет необходимости в большом количестве компаний в таком случае? Ну, я не вижу, может быть, я не вижу, будут останутся сильные, может быть, в будущем, я не говорю, какая судьба ждет Молдова ГАЗ, потому что в этом плане компания может развивать этот бизнес, компания может остаться только с газораспределением и плюс трансавтогаз, либо может сузиться доля рынка уменьшится, либо придут другие там 3-4 компании, которые там по определенным зонам, допустим, как Роталин. Но здесь рынок, если на бумаге он свободный, то в реалиях это не так. Потому что еще один момент есть, который тоже должен понимать распределение. у нас сейчас разные тарифы на распределение. Раньше это была одна корзина, то есть это, скажем, растворялось в Молдово ГАЗе, и мы регулировали этот вопрос. Сейчас НОРО утверждает каждому предприятию три разных тарифа. Это 36 тарифов на распределение в конкретном населенном пункте, в конкретной зоне обслуживания оператора распределительной сети. Поэтому там тарифы в Кишиневе могут быть, допустим, одни, а в Тараклии или в Кантемире совсем другие. Сминчеван, Республика Молдова правый берег потребляет русский газ? Это вопрос я скажу так. Технически мы получаем российский газ через Алексеевку для Приднестровья, но он проходит по нашей территории. Смесь газа происходит. С запада мы получаем возможно румынский газ, возможно другого происхождения, то есть по ветке газопровода ЯС Унгена Кишинев. С Балкан трансбалканский газопровод мы получаем греческий, там может быть СПГ, американский, катарский, может быть азербайджанский. То есть смесь происходит и я бы не ставил акцент саму молекулу. Сейчас у нас очень много было политических заявлений, что даже в Европе мы покупаем русский газ, потому что больше некоторые политики плохо учили географию, считают, что газа есть только в России, на европейском континенте. Это смесь, там никто не скажет происхождение России. Вы сейчас говорите то же самое, что у меня говорил месяц назад министр Парликов, который говорил, если кто-то может разобраться в этих молекулах газа, русские они или американские. Я могу сказать, что Правый Берег не покупают у Газпрома. Это будет правильно. Так и есть. Энергоком не покупает у Газпрома, покупает у трейдеров, которые могут купить и у Газпрома, и у Сакара, и у СПГ американского, там, какого-то производителя и так далее. В Молдову российский газ идет. То есть, он есть. Его композиция, она очень соответствует тем параметрам, которые есть в сертификате лабораторных исследований, которые мы получаем на каждом ГИСе, и которые соответствуют в точности той композиции химическим, физическим параметрам, которые у нас есть от Газпрома. Ну и украинский газ, он тоже такой же калорийный. Поэтому, говорит, может и украинский быть. Может быть и украинский. Конечно, потому что там с ПХГ тоже идет. То есть, до этого достаточно понимать, что мы покупаем европейских трейдеров, и они покупают у всех производителей, которые производят, причем не только на европейском континенте, но и СПГ американское, и вы сами говорили об аравийском полусе и так далее. Я правильно понимаю? Ну да, конечно. Здесь Турция... Ставит вопрос о том, что кто-то в правительстве специально обманывает граждан Молдовы, говоря, что мы не закупаем российский газ, это некорректно? Давайте у кого закупаем, и само происхождение, еще раз повторюсь, что это две разные вещи. Я поставила греческая компания Дельта, у которой покупали предыдущая закупка газа, и она закупает, эта греческая компания, у 10 поставщиков. То же самое будет, аж турецкие, где-то 15 там у них источников. И в том числе, Катар, американцы, австралийцы, Египт, там много чего, много кого есть. Поэтому, еще раз, это не суть важна. Хотя понимаю, что это больше политические... Я хочу избежать политических спекуляций, поэтому я хочу понять. Вы сказали, там 15 поставщиков, здесь 10 поставщиков. То есть, мы не можем сказать, что государство, республика Молдова, обманывает своих граждан, закупая российский газ через других представителей Европы, а здесь рассказывает, что мы не даем деньги русским на войну. Я могу сказать только одно. Сегодня Молдова ГАЗ имеет двух поставщиков. Это Газпром и Энергоком. Газпром — это поставки, которые мы полностью перенаправляем для Кирасполь-Трансгаза и получаем, как страна, правый берег, получаем электроэнергию. И Энергоком, которым поставками от Энергоком мы полностью покрываем потребности наших потребителей справа в берегах в природном газе. Вот это правильно будет. Я считаю так. От какой он, откуда и так далее. У нас были периоды, когда российский газ вообще по композиции, скажем, не транспортировался в Молдову. Когда был транзит по Балканам и по Украине, с Алексеевки проходил только украинский газ. Потому что там с ПХГ они обеспечивали, и ПХГ балансировало систему и зимой была смесь газа. Еще раз говорю, что композиция украинского и российского газа и российский газ он калорийный. Это понятно. Там состав метана более 90%. То есть по сравнению, допустим, с румынскими стандартами, где 70% допускается. То есть тема газа излишне политизируется и спекуализируется? Конечно. Я хочу спросить, сколько у нас до рекламы режиссера, чтобы понять, я могу задавать? Две минуты, да? И вроде за две минуты не стоит начинать новую тему. Мы можем выйти на рекламу? Да, тогда мы уходим на рекламу, вернемся в студию через 6 минут и продолжим наш разговор. Мы вернулись в студию и продолжаем наш разговор господин Чабан. Александр Петков, Александр Степанович Петков отправил требование о ликвидации газового монополиста у «Молдова Газ», которое было подано в Кишиневский суд и сохраняющийся с 2015 года уровня отрицательных чистых активов. Долг компании составляет порядка 9 миллиардов долларов. Вы получили уведомление за регистрированное дело в суде? Мы там уже прошли, по-моему, два процесса уже. И как? Ну, эксперты, то есть, такой, ну, что господин Петков запросил мнение эксперта и, соответственно, эксперты, аудитора попросили и мы. Поэтому сейчас аудитор работает там же. Понятно. Но там я не согласен с 9 миллиардов, потому что этой суммы у нас нет на балансе. Эта сумма числится за балансом. Она относится к транспортам и транспортам и транспортам. Но если говорить серьезно, значит, согласно закону... Это, кстати, важный момент, что это поддержано в том числе и Газпром. Согласно закону о кационарных обществах и согласно уставу предприятия, да, если отрицательный баланс действительно более трех лет, то любые акционеры имеют право подать на ликвидацию предприятия и объявление его банкротом. То есть господин Петков использовал законно свое право. И согласно молдавскому законодательству практически банкрот предприятия. Да. Я это тоже подтверждаю, что... Оно существует почему? Почему? Потому что есть долг. Поэтому существует предприятие или потому что никто не требует этот долг? акционеры не требуют, потому что желание одного акционера миноритарного при условии, что акционеры проголосовали против ликвидации предприятия правительства и Газпром. Ну, крупные акционеры не хотят ликвидации предприятия. И будут поддерживать его в таком состоянии? Поддерживают в этом состоянии, потому что я думаю, что факт ликвидации предприятия, думаю, что в этой ситуации ну, не... Перенесет больше вреда? Думаю, что да. А кому он принесет больше вреда? Думаю, что акционерам крупным. У нас всего два крупных акционера. Хорошо, если мы... Давайте, Газпром сегодня и кредитор. У нас долгов перед правительством нет. Газпром будет управлять компанией полностью, без никого. Без никого, без никого, без никого. И тогда кому это выгодно? Сегодня Газпром может управлять компанией. Вот, ликвидировав, назначается администратор. Если не состоятельность, администратор. И начинается процесс плана, реорганизации, ликвидации. Вот, а сегодня так. Точно только Газпром может быть? Или все-таки предприятие зарегистрировано на территории Республики Молдова, и ликвидатор назначает суд? Если Газпром будет исполнять, то есть, опять возвращаемся к началу передачи. Те решения арбитражные будут исполнять на территории Республики Молдова, то он имеет полное право начать эту процедуру. Потому что все равно, в любом случае, кредитор должен удовлетворить свои требования и подтвердить через суд. Молдавский. А суд должен только по процедуре проверить, если все элементы соблюдены процессуально. А теперь вопрос. Долги 9 миллиардов. Есть чем покрывать предприятие? Ему принадлежит столько всего? Нет. Нет. Это однозначно нет. Соответственно, решение подавать бесплатный газ в Приднестровье политическое, потому что коммерческие, его никак не объяснить. Ну, отчасти, да. И политическое решение. Так решили акционеры, утвердив контракты. И, соответственно, понимая, что зависим друг от друга сегодня мы от Приднестровья, Приднестровье от нас. С 1 января 2021 года, 25 года, Украина не будет продлевать контрактные отношения по транзиту российского газа. Ну, они об этом заявили, да, что истекает у них 31 декабря 2024 года, и они не хотят, не выражают желания, не хотят продлевать эти контрактные с Газпромом. Понял, там немножко по-другому. Ну, допустим, так, но они сказали, что не будут стороной этого договора. То есть могут оказывать услуги сторонним компаниям, если компании будут заключать или заключать отдельно с Газпромом контракты на границе Российской Федерации и Украины. Ну, допустим, суджи. На ГИС суджи. И, соответственно, оплачивать отдельный тариф на транспорт УГТСУ, оператору. А если они действительно к тому времени не захотят, скажут, все, российский газ больше через нашу территорию не проходит. Как будет получать газ Приднестровье? Через Трансбалканский коридор. А он не заходит на территорию Украины? В Орловке? Ну, он заходит, но это возможность есть получить от газ в Унгенах. Там тоже есть возможность. И уже не бесплатно? Ну, конечно, по крайней мере, транспорт нужно платить. Насчет оплаты самого товарного, коммерческого газа, не знаю. Но транспорт будет достаточно дорогим. Но это сильно усложнит существование Приднестровского региона, если надо будет искать вот такие различные варианты поставки газа. Ну, наверное, да. Скорее всего, да. Поэтому они, наверное, должны думать, как они дальше будут существовать. То есть для Республики Молдова закончится эпоха более дешевого электроэнергии. Это и для Правобережной Молдовы будет вопрос большой. И существование бюджета газового в Приднестровье в таком случае тоже может прекратиться. Ну, здесь политический вопрос. Как ни крути, у нас вся коммерция в политику заходит. Не вся коммерция, конечно. Если касательно энергоресурсов, газа и электроэнергии, да, отчасти. Но вопрос бюджета Приднестровья, вопрос, как это может быть восполнено, из каких источников, ну, это точно вопрос не ко мне. Здесь все должны уже начать платить по счетам. К вам вопрос относительно Молдова-Газ. Как Молдова-Газ будет поставлять на Левый берега? Ну, сегодня по закону только мы имеем право так поставлять. Об этом и речь. Значит, в Каушанах они будут забирать, транспорт платить до Каушан по Трансбалканскому коридору. При этом должны позаботиться, ну, если нас попросят, мы, конечно, это организуем по всей цепочке, по маршруту. Ну, все транспортное плечо с Турцией, Болгарией, Румынией, Украина, Молдова. Ну, часть Украина-Молдова, часть может идти через Сунген. Тоже через Молдову в любом случае? В любом случае, правообережную. Ну, да, ну, там просто, если идем, говорим, по югу, Исаакча, Орловка, это Украина. Там через Дунай. То есть, практически вы обратитесь к официальному Кишиневу с вопросом, можно ли поставлять бесплатный газ дальше в Пронисковье? Ну, транспорт точно они будут платить. Здесь вариантов нет. За них никто не заплатит. Как они будут это компенсировать, не знаю. Они платили транспорт, это прецедент был. По Украине дополнительный объем транспорта. транспортировки не платили. Поэтому не вижу здесь ничего такого сверхъестественного. Но может измениться позиция Кишинева, которая скажет, хватит. Ну, для того, чтобы изменилось, нужно себя обеспечить с точки зрения энергетики. Еще рано говорить, что это будет 25-й год. То есть, 24-й год, может быть, 25-й. Вот 25-й год, вот 25-й, 26-й, там вопросы. То есть, с точки зрения энергобезопасности, конечно, вопрос стоит. В 25-м сдается в эксплуатацию Валконеж Кишинев. В 26-м, насколько я поняла, запланирована сдача в эксплуатацию. Должны сейчас в 24-м начаться работы по Белтс Сучава. Да-да, я знаю. То есть, практически мы уже можем говорить, что независимость отключаем за неуплату. В любом случае, это будет политическое решение. И поставка, и не поставка. Да. Ясно. Тут еще госпожа Спатару тоже собралась подавать в суд на Молдова-Газ. Вы знаете об этом? В суд? Нет, не знаю. Она сделала заявление. Сейчас я... Сейчас Молдова-Газа все подают в суд. Значит, 3-го октября, во вторник об этом объявила на пресс-конференции Арина Спатару. Она сказала, что Алды будет добиваться снижения тарифа на газ для населения до 10 леев за кубометр. И поэтому... Потому что Молдова-Газ сейчас это агент Кремля, который заставляет молдавский народ беднеть. Все то, что сейчас происходит в компании, не имеет ничего общего с интересами Молдовы. Я не буду это комментировать. Господин Усатый подал на вас суд? Да, подал. Я так понял, что есть заявление. Было предварительное заявление. Я ответил. Встретимся в суде. Что у вас в одни судебные иски? Суд, значит, суд, будем судиться. Суд у нас определит, то прав, то нет. Хотя в этом деле я не вижу никакой перспективы лично. Но будем судиться. Я хочу заканчивать, знаете, чем? Тем, с чего мы начинали все-таки. Вы выступаете все-таки адвокатом Газпрома в вопросе аудита или нет? Ну, я имею в виду адвокатом в своих выступлениях. Потому что я посмотрела несколько программ. Вы действительно объясняли. И складывается абсолютное ощущение, что в этот момент вы выступаете на стороне Газпрома. Что мы должны обязательно заплатить, несмотря на то, что, в общем-то... Вот если мы отойдем от того, что это Газпром и Молдова от газа. Есть два экономических агента. Один говорит, что ты мне должен, но при этом никак, никоим образом этот долг не заверял. То есть юридически он не должен. И если Газпром не подтверждал свои требования относительно долга, значит, он не был заинтересован в этом. Ему это не было интересно. Этот самый долг. Ваше же заявление, я как слышу, они звучат действительно, как, знаете, мы должны заплатить. Мы хотим заплатить. Нигде в моих декларациях не было слова, что мы должны, и мы должны заплатить, и, соответственно, мы должны и так далее. У меня была только одна констатация. Сегодня юридические документы говорят о том, что есть долг. И второе, это было о возможности компании, в какой сумме компания может заплатить какой-то размер задолженности. Вот это я, об этом я говорил. Компания Молдова Газ, да и любая компания, работает на рынке. У нас есть контрактные обязательства. Мы их выполняем. Права и обязательства есть по контракту. Компания управляется менеджментом как со стороны эффективного управления активов, так и, соответственно, и посевов. Спасибо, это обязательство. Все это время были переговоры по долгам на уровне правительства. Вопрос был политический, потому что каждая комиссия по экономическому сотрудничеству с Российской Федерацией обязательно затрагивала тему долгов. Я еще раз говорю, что не хочу вникать в юридические аспекты заверения этого долга со стороны Газпрома и легализацию на территории Республики Молдова. Здесь тоже очень много других мнений, потому что есть и другие юрисдикции, где можно это все легализовать. Я говорю о другом. Мы все это признавали, не только мы, а акционеры. И аудиторы международные это признавали и фиксировали. Даже эти аудиторы, которые были наняты правительством, они тоже это фиксируют и даже подтверждают некоторые документы. То есть мы об этом говорим. Мы об этом говорим. И у нас всегда была позиция, что этот вопрос по долгам можно решить. Но мы и говорили, что мы должны часть долга списать. Есть эта возможность есть. Давайте проводить переговоры. Газпром открыт к списанию долга? Ну, открыт был всегда. Я думаю, что сейчас Газпром тоже открыт. При этом это должны быть переговоры с учетом взаимных интересов. Не может быть только движение в одну сторону. Еще один момент. Вы говорите об открытости Газпрома. Я уйду на другую тему. Просто скажу, что поставлю точку. Адвокатом являюсь только Молдова ГАЗ. Я хочу, чтобы компания работала и выполняла свои обязательства и, соответственно, решала эти вопросы. Компания имеет потенциал. Имеет потенциал. Но вот этот долг Левобережья, 8 миллиардов, он же все равно так или иначе всплывет. Он же тянет компанию на дно. Его либо нужно уже списать и сказать, что мы не будем его требовать. Либо сказать, ну а так получается, знаете, что одни граждане Молдовы, а там 365 тысяч граждан Молдовы имеют паспорта, по крайней мере, они могут получать бесплатный газ, а другие граждане Молдовы в понимании Газпрома не могут получать. Но они не получают бесплатный газ. Все равно этот газ, все равно этот долг есть. И виноваты в этом формирование этого долга администрация Приднестрова. Прежде всего, Приднестровская региона. Но сегодня займ, мы выделяем займ. Сегодня фактически Террасполь Трансгаз подписывает договор займа с администрацией Приднестровского региона. Это наши деньги. Компании, нашей компании в Приднестрове. Мы не можем это все урегулировать. Это политический вопрос. И вопрос с этими долгами тоже может и должен быть решен политически. Именно Приднестровье. Компания Молтрансгаз оплатила 50% штрафа из наложенных 34 миллионов лев. Историю мы эту знаем. Внедрение третьего энергетического пакета Молтрансгаз должен был быть выделен в отдельное предприятие со своим структурой управления. Акционеры Молдова Газ не согласились этим предписанием. И после этого компания была оштрафована. У меня совершенно логичный вопрос. Почему на территории любой европейской страны, где Газпром до 22-го года пока не прекратил поставки газа туда, работал по системе в том числе и третьего энергетического пакета, а на территории Республики Молдова не хотелось. Есть желание, предписание. Ведь это же было просто. Компания могла продолжать выполнять работу, которой она занималась. Все было бы нормально. Просто выделили бы ее отдельно и все. Почему здесь не было воли? Она была политической отсутствует политической воли. Знаете, в чем есть еще одна неправильная интерпретация, неправильная информация. Это не касается журналистов и вас. Вы не специалисты, не можете знать всех деталей. Газпром работает в Республике Молдова по третьему энергопакету начиная с 2020-го года. До 2020-го года как только был подписан транзитный договор с украинским ОГТСУ, как только была сертификация ОГТСУ, такие же правила работают в отношении Молдова-Трансгаза. В отношении номинаций, аллокаций, мощности и так далее. Мы внедряем правила третьего пакета не сейчас, а мы начали внедрение как страна с 2016-го года более активно, когда реорганизация поставки была, когда начали внедряться кодексы сетей, правила рынка. В 2019-м году были утверждены правила рынка и в конце 2019-го года был кодекс сетей утвержден по европейскому третьему пакету. Поэтому, когда говорим, что Газпром не работает в республике Молдова по правилам третьего пакета, не совсем так. Вопрос корпоративного управления Молдова-Трансгаз, что до конца не внедрили амбандлинг так называемый, разделение. Да, это есть. Но говорит о том, что Газпром не работал в Молдове. Вы говорили, что Газпром всегда увязывал выполнение третьего энергопакета с погашением компании Молдова-Газ и ее исторического долга перед газовым концерном России в сумме 709 миллионов. Да, я говорил и говорю, почему. Если откроете протокол 2021 года от октября, два года назад, там прописано, что до решения вопроса по задолженности не будет произведена никакой реорганизации. реорганизации комплекса и предприятий группы Молдова-Газ. Реорганизация в части внедрения третьего пакета. Она не произошла. Молдова-Трансгаз как осталась нашим предприятиям именно в собственности, она не была, компания не была продана, компания не была реорганизована и так далее. Потому что акционеры были против. Акционеры были против, и правительство, и парламент знали о том, что Газпром будет против, поэтому внедрили вторую модель через закон и обязали нас, Молдова-Газ и Молдова-Трансгаз, внедрять третий пакет по второй модели. Через закон обязали. Выиграло от этого что-то предприятие? в коммерческом плане. В коммерческом плане мы не проиграли, это точно. Я не думаю, что здесь кто-то выиграл, кто-то проиграл. Это было политическое решение, вы нам не отдаёте? Это законно-политическое решение, наверное, если парламент принимает закон. Правительство даёт предложение, парламент принимает. акционеров. Мы голосовали, мы голосовали, четыре члена управления голосовали за внедрение третьей модели, как было запланировано. Представители «Газпрома» не голосовали по этому вопросу. Были против. Были против? Были против, потому что были договорённости и их понимание. в том, что они в Европе работали, а здесь стал пресс. Работать и внедрять третий пакет на уровне газотранспортного оператора, это работать по правилам третьего пакета, потому что третий пакет не только реорганизация Молдового Трансгаза. Это и правила рынка, это и кодекс сетей, это совсем другая работа. Есть ещё о чём с вами поговорить ещё через три месяца. Я так посмотрела наши программы, мы с вами каждые три месяца встречаемся, так что я надеюсь, что ещё через три месяца вы опять примете моё приглашение. Мы обсудим как раз аккурат к январю 24-го и выяснится, надо ли будет нам протить эти 8% или не надо будет и так далее. Согласен? Да, согласен. Спасибо большое, что сегодня ответили на мои вопросы. Я с нашими зрителями не прощаюсь. Мы буквально за час до эфира записали интервью с военным экспертом из Украины Михаилом Самусем о том, что сейчас происходит в Украине и я предлагаю вам его для просмотра. Редактор субтитров А.Семкин